Всем привет, с вами Лена. Сегодня в видео я вам расскажу, как я успела за три дня загореть. Приучите, что у меня очень-очень-очень-очень светленькая кожа. И да, у меня было подобное видео, но я решила в этот раз, короче, все попроще и почетче рассказать вам. Не забываем ставить лайк под видео, а также подписываться на мой канал. А мы идем дальше. Наконец, за ули... За улицей, да? Ну вот, наконец, за окном наступило настоящее лето. Жара где-то около 30 градусов. И я подумала, вот, наконец, я могу пойти позагорать, а то я совсем белая, прям бледная, не знала, куда, правда, идти. А потом заметила, что недалеко от меня есть небольшой лесок, перед ним какая-то полянка, а там, оказывается, очень много женщин, которые загорают. Поэтому, если вы решили позагорать, уделите этому часик в день и найдите где-нибудь рядом место, где можно быстренько там позагорать и все. Я думаю, что у многих, кто живет возле МКАДа в Минске, найдется такое место, где можно прилечь. Итак, так как у меня белая кожа, то первый раз, когда я пошла загорать, я взяла и намазала себя за полчаса до выхода специальным кремом, который усиливает загар и как раз-таки подходит для светлой кожи. У меня это вот такой вот крем, но не обязательно, что у вас тоже должен быть именно он. Возможно, в своих магазинах вы найдете что-то другое, но нечто подобное. Я намазала не только свое тело, но также и лицо, чтобы оно тоже успело немножко подзагореть. Как вы видите, оно у меня до сих пор еще красное. Упс. Также с собой я взяла бутылку с водой и пульверизатор. Потом объясню зачем. Ну вот я такая пришла, положила покрывало, легла. И первый раз я загорала 15 минут спереди, перевернулась потом на живот, загорала 15 минут спиной. После этого я опять перевернулась на спину, и вот теперь в ход идет бутылка с водой. Я взяла и каждую, каждую песню в своих наушниках пшикала себя водой. То есть, грубо говоря, каждые 3 минуты в течение этих 15 минут я пшикала себя водой. Она быстренько высыхала, и потом, когда начиналась новая песня, я пшикала себя снова. Так я пролежала снова 15 минут лицом к солнцу, и потом спиной к солнцу. И потом собралась быстренько и ушла домой. Это был первый день загорания. На второй день я пошла только с бутылкой с водой. И теперь я загорала 20 минут лицом к солнцу, потом 20 минут спиной к солнцу. Потом на 10 минут повернулась вперед, и снова на 10 минут спиной позагорала. Также пошла домой. И уже на третий день, когда я пришла, я полчаса полежала лицом к солнцу, и потом спиной. Тоже полчаса. К сожалению, на моем теле в приличных местах не осталось светлых участков кожи. Может быть, только если здесь. Ну, короче, я не знаю, видно там или нет. Блин, как же неудобно. Короче, ноги у меня вот в отличие от этой даже части руки загорели нормально так. К вечеру обычно я красненькая становлюсь. Где-то через 3-4 часа после загара проявляется такой красный оттенок на коже у меня. И потом уже на следующий день он более коричневым выглядит. Ну, может быть, чуть-чуть еще красным остается. Главное, когда, например, загораете лицом к солнцу, то верхнее веко у нас очень-очень тонкое. И из-за солнечного излучения может нарушиться что-то в зрении. То есть, либо там, ну, короче, ладно, не будем вдаваться в подробности, я не сильно в этом разбираюсь. Но поэтому лучше всего чем-то закрывать глаза. А как сделала я? Я взяла два листочка, оторвала. Просто приложила к глазам. И, в общем-то, я лежала просто с двумя листами, зелеными на глазах. Но они отлично закрывали мои веки, поэтому можете использовать тоже такой же вариант. После того, как приходите домой, то лучше всего часика 2-3 не мыться вообще. Ну, только если можно просто смыть с себя грязь водой обычной. Но мыльными растворами лучше не мыться. Я не помню где, но я читала, что как раз-таки они препятствуют более явному, наверное, проявлению загара. Но что-то такое где-то я читала. Поэтому лучше всего не помыться, а просто смыть с себя грязь лишнюю. И потом обязательно возьмите чем-то увлажняющим, намажите свою кожу. Потому что она сейчас была под воздействием солнца, она сожглась, она пересушилась. Что касательно лица, то я на лицо наносила сыворотку. Вот такую сыворотку я купила. Это единственная была сыворотка в магазине, поэтому купила я вот именно эту. Она вообще наносится обычно перед сном, потому что она очень жирненькая. Но так как после загара я ходила весь день дома, то я намазала ее на лицо. И потом уже через какое-то время, когда я начала ее смывать, лицо было такое мягкое, такое прям, как, не знаю, как младенец, наверное. Но пока я не могу советовать именно эту сыворотку, потому что я еще в полной мере ее не испробовала, потому что прошло буквально несколько дней еще. Я думаю, что после двухнедельного применения этой сыворотки я посмотрю, как она влияет на мою кожу, изменилось ли что-то или нет. Только тогда могу, например, в инстаграме выложить какой-то минимальный свой отзыв о ней. Теперь вам остается только каждый день или хотя бы раз в неделю появляться на солнышке, чтобы поддерживать ваш темненький загарчик. Кстати, что касательно времени, когда нужно загорать. Обычно не рекомендуют где-то с 12, по-моему, до 2 часов выходить на солнце, потому что именно в этот период солнце очень интенсивное. Но я как раз-таки загорала именно в этот период, потому что как раз-таки солнце более интенсивное. Поэтому загар я споймала намного быстрее. Но первый раз загорать лучше всего приходить где-то вот с 10 до 12. Вот это вот этот перемежуток времени. Лучше первый раз пойти загорать. Из-за этой ужасной жары я мало того, что на улице не могу с нормальной прической ходить, так я еще и перед видео не могу нормальную прическу сделать. Она все время куда-то убегает. Я не знаю, то где-то здесь обвисает. Надо обратно подправить. Здесь что-то не то, там не то. Волосы какие-то перелезанные становятся. И жарко, и душно, и вообще походу все лицо уже мокрое опять снова. Это прям ужас какой-то. Ну вот и по загару, в принципе, все. Я надеюсь, что видео вам было интересно и полезно. Если вы сомневаетесь в этом, или если вы знаете, как правильно загорать, или вы знаете, как ваша кожа лучше всего загорает, то пробуйте свой метод. Но я же рассказала о том, как у меня это получилось сделать. И при этом у меня, ну как бы, все в порядке. Я ничего не сожгла, не обожгла себе. Можете попробовать позагорать так, как загорала я. Но если же вы боитесь так загорать, то можете просто уменьшить время пребывания на солнце. Вот и все. Надеюсь, что видео вам было интересным и полезным. Если это так, ставьте лайки под этим видео. Пишите обязательно в комментариях, как загораете вы. Или, может быть, какие-то другие советы вы можете написать другим девушкам. Ну, либо вы абсолютно категоричны будете к моему видео и к моему мнению. Можете также об этом написать в комментариях. Ну, а также не забывайте подписываться на мой канал, переходить на мой развлекательный канал и подписываться на мой инстаграм. Там иногда я выкладываю вайны. Ну, а с вами была Лена. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok